Геннадий Головкин — это великий казахский боксер. — Казашек. — Казашек. — И они начали... — Это яйца размером с пол Казахстана. И мы работаем на Назарбаева. — И мы, значит, приехали в Алмату. И у нас обычно там было несколько точек. Выезжали по двое ведущих, мы, как правило, ездили с Шелест. И после какой-то истории, по-моему, мы как раз бодрутренник, какая-то в большом, то ли кинотеатр, то ли клуб, где-то вот это вот все было. Вот. И мы, значит, сели в машину, и нас окружила толпа. Нистовствующая толпа. — Казахов? — Казашек. — Казашек. — И они начали раскачивать автомобили. Я думал, что они сейчас поднимут его вот так вот. — И девочки. — Нас понесут на руках. Да. И потом, значит, и мы как-то... И водитель пробился через эту толпу и ехал. И я смотрел назад в окно, и там какая-то девушка бежала, у нее плащ, как у Нео, развивался. И нам в слезы вот это все. Клип Медина артиста Джака Алиба. Хотя там есть несколько абсолютно настолько жестких, как бы так сказать, подрезов из фильма «Выживший», что немножко неловко. Но так или иначе, если в 21 год Султан Сиитов может снимать такие клипы, то я боюсь представить, что он может снимать в 30. Кстати, я когда смотрел, у меня было полное ощущение, что это... Знаешь, где-то рядом был Тимур Бикмамбетов времен банка... реклама банка «Империал». Потому что такой же масштаб, такой же... Бюджет в кадре зато. Да, но это очень круто, это очень красиво, и я рад, что такое бывает. Геннадий Головкин – это великий казахский боксер, который всех сейчас выносит. С каких пор? Где-то с 29-го его боя, с 28-го, наверное, да. Потому что тебе нравится бокс или потому что он... Гена. Гена именно Гена. А расскажи тем, кто не врубается даже, о ком речь, вот почему Гена крут? Ну, во-первых, это чисто такое казахстанское, ну типа земляковое, типа мой земляк, да, не стыдно вообще сказать. Во-вторых, не знаю, я посмотрел, мне понравилось, как он ведет себя. У него просто свой стиль, он идет, получает осознанно, получает, чтобы, блядь, правильно уебать в нужное время. То есть, ну, он очень умный. Именно очень умный человек, очень поставленный, очень холодный именно, блядь. А это, пиздец, редкость. Холодные люди, хладнокровие именно. Вы знакомы? Нет. Очень бы рад был познакомиться, но пока нет. Не довелось. Скриптонит, Плитон. Ну, Плитон просто потому, что это невероятная песня. Вообще язык звуков, который Скриптонит создал, это так круто, что даже, в общем, членораздельная речь там совершенно не обязательно. Я тут услышал, я не видел это сам, но когда он собирал сейчас стадиум, говорят, что он сыграл ровно ноль старых песен. И в том числе, Плитон он не играл. Никаких хитов, только песни с нового альбома. И если это действительно так, на мой взгляд, это все-таки немножко неуважение к зрителю, но смелость и готовность вот настолько быть непопулярным, настолько непопулярное решение принимать, она вызывает у меня просто мужское восхищение. Это яйца размером с пол Казахстана. И они в этом видят что-то свое, что-то частично западное, потому что даже если взять всех наших исполнителей, да, если знаешь Хиру, Скриптонит, Джилзы, все ребята, кто из Казахстана, из-за того, что на нас влияло сильнее, наверное, не то что русская культура, ну постсоветская культура, мы все равно равнялись на запад всегда, да, касательно музыки, то у нас такой оттенок в музыке больше западный, нежели чем, скажем так, ну ты понял, да, есть русский рэп, есть западный. Ну то есть вы росли не на Шефе и не на Легалайзе, а? Да, мы росли там больше на черной музыке. На Сардинии мы выступали на четырехпалубной яхте. Это были какие-то четыре женщины из Казахстана. А, так. Очень взрослые женщины, очень взрослые. И мы такие, на какой-то верхней палубе у нас там должно это веселительное мероприятие проходить. Самое банальное, ну тупое, что я должен был делать какой-то стендапчик, а музыканты петь. Четыре женщины, и мы на какой-то верхней палубе, потрясающе, ну то есть такая Сардиния, Средиземное море, там закат такой. Вообще в таких условиях больше не был никогда и не буду, наверное. И корпорат не начинается, не начинается, не начинается, не начинается, не начинается. Мы у организатора спрашиваем, что происходит. А там какой-то уровень нянек, которая с детьми бегает. Она, во-первых, очень круто выглядит, вообще очень круто. Ей там лет тридцать, наверное, она, по-моему, знает восемь языков. — Няня. — Няня. Ой. И все, мы такие, что происходит, что происходит? А у них типа ужин, и после ужина они должны были подняться, чтобы мы их веселили. И организатор говорит, ну что, что? Она говорит, блядь, они там плачут. Я тебе ничего не выдумываю. Мы говорим, в смысле плачешь? Зачем они плачут? У кого-то же день рождения, как можно плакать? Они, короче, сели, начали ужинать, видать, припили, и загрустили о том, что вот они тут одни, а их мужья где-то там, в Лондоне, дерут, наверное, каких-то других баб, и жизнь отвратительная, и как они до такого докатились. Пару раз в прошлом году гонял по некоторым халтуркам в Алматы, и оба раза жил на улице, не помню, как она называлась, но, в общем, одна из центральных улиц. И вот пару месяцев назад эту улицу переименовали в улицу Назарбаева, и ловче всех скооперировалась то ли какая-то турфирма, то ли какое-то рекламное агентство, которые в этот же день вышли, которые находятся на этой улице, они вышли с новым рекламным логотипом «Мы работаем на Назарбаева». Это звучало хорошо, оригинально, я подумал, что все-таки Казахстан сейчас очень важный источник креатива. Будь то музыкального, будь то кинематографического, будь то какого угодно еще.